Всем гав, с вами Тяф, и мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Бенди and the Dark Revival. Остановились мы на том, что встретили Бенди, собственно он был там за этой дверью, и всё, наверное, из основного. А, мы ещё встретили маленького Бенди, неизвестно что с ним, конечно, всё и как, и что. Опа! Слышите? Стук сердца, это значит, что рядом чернильный демон. Чернильный демон это Бенди. Собственно, значит Бенди рядом. Два косамонда бельверс, ходящих среди верующих. Кстати, что я собрал? А, я картинку собрал? А, мне же нужны пикчеры. Точно, мне же нужно рисунки пособирать. Вот, мы нашли один из них. Бенди, ломаем их, и это его бесит. Он, кстати, не восстанавливается, в первой части он восстанавливался. Типа, если в первой части сломать такие рисунки, то они обычно восстанавливались. Появлялись заново. Мои... Мои... Чернила заклипают. Он консумит. Я чернильный демон. Это реальность моя. Ты был рожден из этого. Ты лангтует принадлежащие тому, как я понимаю. Я, может быть, не знаю правильного перевода. Кстати, я думаю, будем сейчас лучше сделать еще одну вещь. Так как из меня переводчик не самый лучший, то будет местами вот этот текст переведен. Скорее всего, сейчас вы увидите уже его переведенным, потому что на этапе монтажа я понял, что можно его прикольно переводить, просто вставив обычный перевод. В общем, если что, будет уже наконец-то перевод нормальный. Я надеюсь на это. Точнее, перевод от гугл-переводчика. Но, надеюсь, он будет нормальный. Упсик, ошибочка вышла, не тот текст. Вот этот нам нужен. Когда вы анимируете, это гораздо больше, чем просто движение. Этот образ жизни, искусство, страсть. Каждое крошечное движение является эмоциональным триггером для аудитории. Сделай это неправильно, и ты потеряешь их. Вы должны проживать персонажей и рисовать их. Вы должны чувствовать движения мысленно, разыграть их в своей комнате. Сегодня я часы, танцующий хронометрист. Тик-так, тик-так. Следи за моими движениями, смотри мои кадры анимации. У меня еще так много персонажей, которых нужно оживить. Тысяча кадров впереди, но я пока что просто часы. Тик-так, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, я сомневаюсь, что это лечится. Но ты тикай, тикай. Врачам в дурке так и скажешь, что ты часы. Что ты тик-так, тик-так. Я, кстати, сейчас хотел понаклоняться, я забыл, что в этой игре нельзя наклоняться. Потому что я недавно играл в Prey. И в Prey можно было наклоняться вправо-влево. А зачем так много вентиляции? Это типа мне от демона надо будет на них прятаться? И по ним пользоваться, типа. Окей. У-у-у, еще Бенди. Чернильный черт. Ой. У меня клавиатура упала. Ладно, это не важно. У кого там что падает. Опа. Ангел. Что это был за звук? Такой. Жух, 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 жух. Мне это напрягло. Я... Я так понимаю, что... Дин... Чернильный демон приближается. Прячься. Там было написано. А где он? Не понял. Обычно мы типа видели раньше, как он ходил. А сейчас он не ходит, типа. Типа все? Сдулся? Больше не ходишь? Просто теперь как скример? Так, давай сохранимся на всякий случай. Потому что сдулся он, не сдулся, но... Мало ли. Мало ли. Я даже не помню, какой по порядку. Ладно, наверное, это последний, потому что он там время последнее было. То... Да. Блин. Нам типа теперь будут... Нас теперь типа будут предупреждать, когда демон идет. И мы должны будем вот так убегать. Да? Или это просто... Единоразовая акция. Это я, кстати, не могу сломать. Блин. Раньше шопот означал то, что демон идет. Сейчас это... Что это означает сейчас? И тут, кстати, блин, оно с обратной стороны открыто. Я не могу его сломать. Окей. Видимо, это потом надо будет сделать. Либо... Ну, там же... Ну да, он с той стороны. А как туда попасть, я вообще не знаю. Там нету, видишь? Нет. Хотя, может, там вентиляция где-то. Или сверху. Хороший вопрос. Я не знаю, как туда попадать пока. Тут, тут, тут. Мне вот интересно. Чернильный демон. Это вот чернильный, черт. Если я буду прятаться при нем. Раньше, типа, можно было при всех прятаться. И ты мог прятаться прям сразу в шкаф. И, типа, ему было плевать, что ты спрятался в шкаф. Типа, при нем, не при нем, точнее. Он, типа, такой... А, ты спрятался в шкаф, я тебя не вижу. А теперь как? Все еще так же? Или это поменяли уже? А, дверь открыть можно. Тут есть что-то интересное? Ничего интересного. Так. Мне начинает хотеться постоянно сохраняться. Потому что не люблю, когда за мной гоняются. Но, в принципе, в этом, может быть, и есть что-то хоррорное. Типа, эксчейндж. Я не знаю, что это такое. И я не хочу это получать. Потому что я пока не понимаю, что я делаю. Ну вот я снова получу эту штуку. Что она даст? Это еда. Я не буду еду делать. Спрятаться можно. Здесь серч. Давай, серч. Снова еда. Не-не-не. Все, меня так не обманешь. Не. Не получится больше. Опа. Спрятался. Или демона нету. Наверное, демона не было. Не, ну если демона нету, то можно вылазить. Наверное. Меня это напрягает, понимаешь? А, это путь назад. А, все, фигня. Все, фигня. Давай по новой. Все, мишаня, фигня. Нам сюда, да? О, это, возможно, как раз тот путь, который я и хотел найти. Типа, как попасть в ту комнату. Я говорил, что там, наверное, подняться надо будет. Вот мы и поднимаемся. Если я говорил, конечно. Может, я забыл сказать. Типа, подумал, но не сказал. Бутерброд. Бутерброд вентиляции. Ребят, если вы вдруг лазите в вентиляции. Я, во-первых, не знаю, зачем вы в вентиляции находитесь. А, во-вторых, зачем вы там лазите. Но, если вдруг такое все же случилось. И вы нашли там бутерброд. Ребят, я не думаю, что лучшая идея хавать бутерброды в вентиляции. Во-первых, ты не знаешь, что это за бутерброд. Чей это за бутерброд. И уж тем более не знаешь, какого хрена он там делает. А где я вообще? Подожди. Что-то у меня диссонанс. Я не понял, где я нахожусь. Мне, по идее, я не там, где надо. Вот сюда я зашел, увидел Алису, увидел, где залез в вентиляцию. А вот там, туда, куда мне надо. И на хрена я сюда залазил тогда? Или мне сюда и надо? Блин. У меня реально диссонанс какой-то. Я не знаю, где я. А, нет, все правильно. Я сюда, куда надо, залез. А где я? Так, нет, я определенно потерял свою ориентацию в этом пространстве. Чернильный демон приближается. Ну да, нам будет каждый раз теперь писать об этом. Я тоже могу так. И шо? И шо? Я тоже могу так. Сохраняемся. Где? Ну, допустим, здесь. А, стоп, это я пересохранил. Все, я понял, как работает сохранение. Что-то я вообще как-то потерялся. Всего неделя прошла. Вот понимаете, ребят, что делает учеба с людьми? Всего неделю позанимался и уже ни хрена не знаю. Даже думать сложно. Не, ну вы учитесь, конечно, учиться правильно. Увидел челика, спрятался. О, кста, на привычку пойдешь? Ты, по-любому, живая чертила. Я знаю, смотри. Опа. 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 Да, исчезни ты. Он, он, по-любому, не атакует, ребят. Ну, это же, блин, очевидно, как, очевидно, как день и ночь. Ладно, я сохранюсь, конечно, на его атаку. А, возможно, я сейчас возьму картинку. Я возьму картинку. И он такой, опа, я тебя съем, да? Нет? Он реально меня игнорит? Да он же живой. Не может быть, чтобы он был мертв. Я ему не верю. Он просто актер, без Оскара. Батарейки. Непонятная штука. Классно. Пошли дальше. Сюда я могу попасть? Там еще монетки. Эй, 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 монетки. Блин, не могу достать монетки, ладно. Но я потом вернусь, надеюсь. Надеюсь за монетками. Хотя, зачем мне монетки с другой стороны? Типа, одно дело, когда тебе эти монетки реально нужны, и ты, типа, постоянно покупаешь что-то. Пока я даже не знаю, что мне нужно покупать. По-моему, он в вентиляции был только что. По-моему, кто-то лазил по вентиляции, я хочу снова сохраниться. Это я наигрался в Prey, так что теперь после Prey не удивляйтесь, что у меня прям столько миллионов сохранений. Так что да. Ой. Кстати, чайку. Не забыли на ней взять чаек? Я вон просто себе взял ту чайку. Ах, чаек. Вкусненько. Не забывайте, чайок всегда помогает расслабиться. Такой кайф дает. После чайка я чувствую себя человеком. Так. И где я снова оказался? Что это, блин, за перепутицы моего разума? Я не понимаю, где я. Я снова... А, я понял. Это прыжок там, где я только что был, а это оттуда, откуда я был. То бишь, я сейчас за решетку попаду. Не надо, конечно, за решетку, пожалуйста, у меня. Так. Ага, все, я понял, где я был. А... А это куда ведет решетка? А, это... О-о-о-о, монетки. Все? Это все, ради чего я сюда приходил? Попал. Стоп, что? Попал. Ой, какая классная штука. Вот тут я не был. Да? Да, я тут не был. А как мне туда попасть? Я тут не был, но мне туда надо быть. Вот здесь, видишь? Вон вентиляция. А как туда быть? Я там не был. Так, стоп. А как мне туда попасть? Может, я не увидел... А, не увидел, правду. Правду говорю, не увидел. Вот он, проход. Ну, по идее, я надеюсь, это тот проход, потому что мало ли это снова переведет куда-то меня не туда. Мне не надо таких путей, которые ведут меня туда, куда мне не надо. Что-то затраторил так быстро? Что это? Я не знаю, что это собираю. Наверное, какие-то книжечки. Потом буду умным, начитаюсь. Так, собственно. Кстати, на этот раз, я надеюсь, я серии разобью правильно. Просто обычно я, как вы могли заметить, разбиваю всегда неправильно серии. Я потому что не знаю, когда серии разбиваются, и поэтому могу сказать то, что ой, серия закончилась, и я даже об этом не знал. Так вот. Сейчас я себе поставил таймер. Так что, теперь, через 26 минут после начала записи видео, я получу уведомление от таймера, и я буду жнать... Жнать. Жнать, что уже пора заканчивать. Так, ну, судя по всему, это всё. Мы выполнили всё, нужно будет сейчас идти к тому челику и отдавать ему картину. Пошли. Я вообще, может быть, бы разочек бы и поймался бы Бендику, просто для того, чтобы была превьюшка. Ну, я думаю, впереди мы ещё что-нибудь найдём интересное. Хотя, вообще, Бенди, он самый, по-моему, сасный. Типа, именно он, как лицо этой игры, именно он привлекает больше всего. А, подожди, а куда мне идти? Я потерялся. Снова я потерялся. По идее, мне вообще сюда, да? Мне туда или не сюда? Куда мне надо? Блин, сейчас... Хорошо, несколько секунд, я, короче, сейчас найду выход и всё. А то я не хочу тут ещё полчаса блуждать и записывать это. Тупо, потеря хорронометража. Так, а вот... Ты не можешь прятаться бесконечно. Извиняюсь, я немножко запись не вовремя включил. Точнее, поздно. Ай, я найду тебя! У-у-у, страшно. Так вот, я не вовремя немножко запись включил. Короче, я нашёл выход. Да, спасибо. А... Вопрос. А где мне здесь прятаться? А, вот мне здесь прятаться. Всё, нашёл. Короче, мне нужно повтыкать сейчас картины, по идее. О, привет! А я так и знал, что тебя можно было сразу изначально убить. И я бы, в принципе... И я был, в принципе, прав так-то. Так, снова записка. У-у-у, моя записочка. Никто не хочет видеть мои фотографии. Я так долго работал над ними. Так долго. И все они мои, собственно, оригинальные работы. Я должен заставить людей посмотреть на них. Они увидят, какой я талантливый. Но, подождите, что если кто-то посмотрит на них и заберёт все мои драгоценные идеи? Нет, они не могут! Это мои оригинальные персонажи! Мои! Не воруй! Не воруй! Тихо, ладно. Не буду воровать, так и быть. Ну ты, конечно, да. Дал только мне задание, блин, не воровать. А я вот возьму и скриншоты сделаю. Ха, и что ты мне сделаешь? Авторские права накинешь? Ну, в принципе, справедливо. Такое ты можешь сделать. Ух ты! Куда? Куда? Некуда! А, вижу, 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 вижу! О! О-о-о-о-о-о-о! Он начал меня уже хватать! Слева, снизу была рука! Либо не рука! Хе-хе-хе! Надеюсь, это рука была! Ха-ха-ха! Ох, чёрт! Я испугался! Ну как я испугался? Я просто потерялся и не понял, куда бежать. Я вначале подумал, что вот это нычка, а тут было рядом. Ладно. Это непонятно, как это работает, конечно, так, что он, типа, появляется у тебя где-то за спиной, прям, начинает тянуть к тебе свои лапки. Но это такое. Так, я так понимаю, что дальше будет, по большей части, пвп, смешанное с тем, что иногда будет появляться Бенди, который будет пытаться нас убить. Ооо, Бенди, Марио, да, у меня сразу какой-то акцент пошёл какой-либо, знаешь, вот этот, Марио старенький, это, это, it's me, Марио, не знаю, почему я вспомнил именно эту тему. Кстати, я мог сделать даже, я даже здесь мог спрятаться, и, и вместо того, чтобы спрятаться там, тут, или где-то ещё, я побежал туда, что это? Тут можно выглянуть из-за угла! А, лол, тут, вот, вот, ты серьёзно, вот такая палка просто торчит, чтобы выглядывать из-за угла, а зачем? Это, типа, для стелс-секции? Ооо, снова записочки, господи, как я люблю их пере... Переводить! Ладно, это оно? Нет, это мёртвый, вот, вот это вот оно. Когда я впервые вошёл в этот мир, это была дикая пустыня. Жалкие ползучие трущобы, которыми правит ухмыляющийся демон. Из хаоса я навёл порядок, из порядка я принёс мир. Как только вы отрубите змею голову, змея тихо истечёт кровью на земле. Теперь остаётся один вопрос. А что, если голова снова отрастёт? Ну, я даже не знаю, если отрастёт... Ой, случайно, чуть не свернулся. Ну, даже не знаю, если голова заново отрастёт, может, ты её просто заново отрубишь? Но если ты можешь отрубать змея голову... Снова записка! Ха-ха-ха! Вы можете смотреть один и тот же чёртов мультфильм столько раз, прежде чем сойти с ума. Я начинаю сбывать, что они хотели, чтобы я изменил. Хорошо, я... Хорошо, что я делаю заметки. А что у них цифрами в углу экрана? Это какой-то код? Я лучше уточню в комнате раскрадровки. Конечно. Вот видите, прикол в чём? Если бы я не читал записки, мы бы сейчас не узнали бы, что это код какой-то. Так. Вначале он, получается, увидел цветочек. Это значит три. Потом он посмотрел на цветочек, потом поднял голову. Короче, три-два-один. Код три-два-один. Вот видишь? Если бы мы сейчас не почитали записку, мы бы не узнали, что это за порядок. Что это такое? Ну, это вот глупо. Типа, вы заставляете сейчас читать записки? Я это читаю просто потому, что я хочу узнать и сюжет, плюс я хочу... Что я хочу? Вам озвучить хочу. Вот что я хочу. Типа, я не уверен, что каждый, кто будет проходить эту игру, будет все читать записки. А так я вот вам прочитаю записки за вас. Переведу за вас, кстати. Потому что в игре нет русификатора. Кстати, хочу еще заметить. В этой игре нет русификатора. То бишь, она не имеет русского языка. Вдобавок, эта игра не имеет нормальных русификаторов на сайтах. Я просто смотрел русификаторы на сайтах. И, ну, по крайней мере, те, которые я видел, они были... А, еще есть. Они, короче, были с дефектами. Так, а значит, там еще четыре есть. Пять. Один. Два. Три. Ну, то бишь, три он нашел уже цветок. Четыре. Он проходил мимо. Увидел цветок. Проходил мимо. Увидел цветок. Или наоборот. Или это, типа, он бежал за бабочкой. Да, он бежал за бабочкой. Потом остановился. И поднял его. Хорошо, а что мне это дает? Как мне понять, какой именно момент, какой именно пароль? Просто, я не пойму сейчас прикол. Что это? Слушать. Плевать. Так, смотри, в чем прикол просто. Пять. Он бежал, получается, тут? А, нет, он бросил. Это, значит, была моя рука, когда я увидел что-то слева. Короче, смотри. Там в чем прикол. Он бросил. Получается, пятерка, это концовка. Значит, начало это... Вот, четыре. Он шел. Увидел цветочек. Поднял цветочек. Типа, порядок правильный таков. Где? Он шел. Нашел цветочек. Где? Вот он. Решил вырвать цветочек. Потом он увидел баб. Что это был за звук? Как будто что-то открылось. А, это кнопка отжалась, наверное. Короче, порядок такой. Хорошо. А дальше? Непорядок. В чем проблема с порядком, точнее? У нас всего три цифры. То бишь, у нас здесь четыре, три, два. Четыре, три, два. Ну, по идее, должно быть так. Хорошо. А как мне понять, какие именно конкретно моменты мне брать? Он сказал, что нужно узнать... По поводу раскадровки. Так, что-то я очень сильно затупил, на самом деле, с этим моментом. Короче. В чем прикол? Я что-то не посмотрел, но тут же уже есть скетчи. То бишь, тут должен быть вот такой вот порядок. Это я уже только сейчас в дуплю. В общем. Нужно вначале, где он вырвал. Вырвал, это он двойка. Потом он нашел, это тройка. Это побежал пятерка. Два, три, пять. Где-то такой приблизительно пароль. Но я не уверен. Ну, по идее, должно быть так. Я просто нашел инфу, что здесь скетч. Я же такой, типа, блин, смотрю, смотрю, такой думаю, что тут? Что тут может быть? Два, три, пять. Типа, типа, чернильный демон. Спасибо. Пойди в пень, пожалуйста, чернильное чертило. Мне тогда надо уже... Сейчас серию будет заканчивать. Ты этого не знаешь. Да, ты не знаешь этого, я знаю. Чернильный. Черт. Ну, на этом мы сейчас будем заканчивать серию. Я надеюсь, что мы сейчас откроем дверь. И где-то там будем потихоньку заканчивать. Хотя, на самом деле, почти ничего не сделала. Уже прошло 20 минут. Так, хорошо. Окей, мы пришли в новую часть. Ну, блин, даже ничего на привишку, на самом деле, классного не было. Ком, сей хеллоу. Приди, скажи привет. She was the fourth. Что? Сюда мне надо? Да, мне сюда тоже надо. Окей, мне к ней надо зайти. Я чувствую, что она живая. Ну, потому что... Подозрительно. Ты живая? Подруга. Снова слушать. Ладно, переведу, так и быть. Говорят, хорошие вещи всегда приходят тройками. Бенди, Алиса и Борис. Это просто работает. Потом... Поэтому, когда я показал своим коллегам свой дизайн нового, четвертого члена мясника, банда... Банда, вы почти могли слышать отвращение... Банда, вы почти могли слышать отвращение за обеденным столом. Девушка-призрак, они сказали. Никто этого не получит. Они только смеялись над моим рисунком. Смеялись, как хлам. Но я привлечу мистера Дрю на свою сторону. Он поймет, он должен. Карли присоединится к банде мясника. И она будет любимая всеми. Так или иначе, я оживлю, Карли. Ну, новый персонаж. Ладно, мы типа послушали. Спасибо. Только я, правда, это прочитал. Ну, кому какая разница. Коробка. Исследовать. А я бы не стал бы... Опа. Смотри, смотри. Там что-то есть. Что это там? Неужто это та самая Карли? Так. Я бы, конечно, не хотел заглядывать. Карли... А, он, чебурашка с ключом на ухе. Что за чебурашка? И зачем? Это и есть Карли? Не понял. Не понял. А куда? А ч... Чего? Ещё и тело исчезло. О, нет. Я сохраняюсь. Так. Начинается что-то интересное. Знаете, я думаю, на этом мы будем останавливаться, чтобы сохранить интригу на следующей части. господи мне уже чай кончился не испугался не того что чаем не кончился вот это вот хрень на меня выбежала офигеть ах ты тварь ты тварина ты знаешь это ёб твою машу я испугался это точно не ожидал так подожди она типа исчезла а чё куда мне дальше давай короче разберемся чем дальше и пройдем дальше и закончим здесь все типа нет я спрятался не я не могу до залезть ладно ну такого я точно не ожидал вот чего чего но вот этого я точно не ожидал но я тут всегда должен был пойти потому что она на меня здесь напала а еще пусто закрывайся и открываем не другую дверь вот это откроем нет security lock ладно давайте ставим короче эту security lock на следующую часть я разбиваю на этом серию следующая серия сейчас бы сразу же сниматься в общем всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока подпишись поставь лайк прокомментируй не забудь конечно же обязательно обязательно оставить комментарий потому что комментарий помогает мне во первых выпустить следующий ролик быстрее а во-вторых мотивирует его выпустить на всем удачи всем пока с вами был песенька тяв удачи всем пока удачи всем пока удачи всем пока